Одна из самых новых улиц микрорайона Киселевичей носит имя генерала Михаила Фёдоровича Панова, военачальника, благодаря которому был освобождён наш город на Березине. Командир 1-го гвардейского Донского танкового корпуса после начала операции «Багратион» 25 июня 1944 года, выйдя на оперативный простор, быстро начал развивать наступление. Имея задачу окружить и взять Бабуруйск, главный удар он направил на север вдоль Березины с выходом на её западный берег и окружением группировки противника «Северней Пальчей». Успешному продвижению наших танков в значительной степени способствовали своевременно устранённые маршруты и наведённые переправы по болотистой местности. Выход 27 июня 1-го гвардейского Донского танкового корпуса на рубеж железнодорожная станция «Мирадина-Сычково-Панюшковичи» отрезал пути от хода противника в северо-западном направлении. Высшая к этому моменту на левый берег Березины напротив города 48-я армия сделала невозможным отступление гитлеровцев на восток. Соединения 105-го корпуса были на подступах по Бруйску с юга и юга-запада. Таким образом, к исходу дня полное окружение группировки врага было завершено. Танкисты генерала Панова вели бой на окраинах нашего города, а копавшиеся в нём фашисты оказывали ожесточённое сопротивление. Тем не менее, в окружение попали остатки разбитых немецких дивизий, общей численностью до 40 тысяч человек. Сражение продолжалось и на следующий день. Наши танки несколько раз врывались на улицы, но не будучи поддержанными пехотными частями, были вынуждены отходить в исходное положение. К концу дня 27 июня была достигнута необходимая согласованность наших войск. 354-я дивизия 105-го корпуса к 23-м 0-0 овладела лагерной слободкой, а 115-я его бригада заняла Дедово на западной окраине. Продолжали бои 75-я стрелковая дивизия и 1-я мотострелковая бригада. А вот Донской танковый корпус получил новую боевую задачу и начал марш на Минск. За образцовое выполнение боевых заданий, командование в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, освобождение Бобруйска и проявленные при этом доблести и мужества 15-й и 17-й гвардейские танковые бригады из 1-го Донского корпуса были награждены орденами Суворова 2-й степени. Уже 3-го июля 1944 года бойцы Михаила Федоровича Панова ворвались в столицу нашей республики Минск.